Всем привет, дорогие друзья, с вами Фёстон, и сегодня мы будем играть в игру под названием Reborn. Чтобы играть, придётся скачать клиент. Вот нам предлагают два сервера, этот, говорят, новый, но давайте, наверное, на него и пойдём. Вообще, небольшой, наверное, такой экскурс-урок английского языка. Reborn, born, это значит, ну, родиться, да, там, reborn, это перерождение. Вообще, приставка Re, это значит, какое-то повторение действия, да, там, допустим, если у вас что-то зависло, вам предлагают сделать рестарт. То есть, старт, это начало, но Re, это, ну, я не знаю, начать заново, да, то есть, перезайти в игру. Предлагают нам какую-то девчонку. Мне вот, мне нравится, что я не могу камеру как-нибудь повернуть, посмотреть на неё с другой стороны, ну, в принципе, и так нормально. Так, пол, мы же, ну, мужики тут, я не знаю. Мне кажется, они похожи на каких-то парней, знаете, вот как часто в этих играх, да, вот, я не знаю, это мода какая-то корейская или чьяна, когда мужики похожи на парней нетрадиционной ориентации. Я лучше тогда уже за девчонку поиграю нормальную, чем за парня непонятного. Так, что тут, воин? Ё-моё, ёшкин матрёшкин, а как мужик-воин выглядит? Да, так же, да? А, вот мужик-воин, да? Ну, знаете, вот в этих костюмах даже непонятно, кто это, мужик или баба. Вот это мужик, да? Мне кажется, девчонка. И здесь, ну, здесь хотя бы видно, что это девушка, да, тут хоть и грудь есть. Так, вот так выглядит у нас воин, вот так у нас выглядит стрелок. Но это, наверное, так он будет выглядеть, если его раскачать ужасно мощным. Я не знаю, не с самого же старта они так будут выглядеть. Вот так у нас выглядит магичка. И есть ещё Барт. Вот такая вот девчонка в ледяном каком-то костюме. А почему Барт? Что она умеет? Песенками своими отвлекает врагов? А, они, наверное, типа как саппорты, да? Поэты, наделённые редким даром, вдохновлять своих союзников на совершение подвигов. Ну что, мы начнём, наверное, с замагой. Я вот хочу магичку, девчонку, вот такую вот прическа. Давайте нам по прическе пройдёмся. Причесок, как я понял, не так уж много. Ну ладно, будет или не будет. Ох уж эти муки выбора. Ладно, господи, какая разница. Вот такая вот будет девчонка. Такая? Не, подлиннее волосы. Люблю, когда волос подлиннее. Вот такой вот будет у неё волос. Цвет волос там можно. Блондиночка. Брюнетка. Будешь блондинка. Лицо. О, господи, вот эта смазливая мордашка. Вот такой будет у нас личико, одёжа. Господи. Не, девочка, давай вот так всё-таки. Так, ладно, осталось назвать нашего персонажа. 11-1, интересно, можно создать? Запрещённое имя персонажа. Вы видите, ребята, я попал под запрет. Нельзя называться так, как я. Ну ладно, тогда эпик фейл, наш стандартный вариант. Такое имя персонажа уже занято, да? Что ж такое? Ну как насчёт вот такого варианта? Вот. Она у нас будет анчорт, что переводится как анахарет. Ну такое слово, знаете, оно и в русском-то языке не часто встречается. Анахарет, да? Ну редко оно такое, чтобы в разговорной речи где-то встретилось. Поэтому и в английском, я думаю, то же самое. Что-то у нас V, A, S, D, Q. Это что? Тут всё такое маленькое. Список заданий. Е. Переключить оружие. Друзья, неважно. Друзей у меня нету. Навыки на K. Достижения на L. Z, X, C, V. Так, где у нас? Вот. X. Усиление. Снаряжение. Персонаж. Ладно, я думаю, всё по ходу. Разберёмся, что у нас тут с мышкой. Уменьшить изображение. Изменить угол обзора. Ну, вроде всё интуитивно понятно. Давайте сразу пойдём уже смотреть, что за игрушка такая. Так, богиня природы. Это одна ещё, знаете, видать, одна из тех игр, где можно жать и сразу бежать. Персонаж будет за вас. То есть такая для ленивых. Так, принимаем задание. Опять жмём. И персонаж наш понёсся куда подальше. Ну, я думаю, со временем у вас там появится какой-нибудь маунт, чтобы как можно быстрее все эти перемещения по карте происходили. Ну, вот можно разве что, знаете, вот так наблюдать за прелестями нашей героини. У неё там всё шатается во время бега. И за мной он там какой-то мужик уже бежит. Он, видать, тоже чего-то от нас хочет. Ну, видать, он тоже недавно начал игру. А, надо выбрать награду. Так, ну, погодите. Я маг, поэтому мне нужен посох. Конечно. Что за глупые вопросы? Так, что надо сделать? Щелкните правой кнопкой мышки. Отлично. Мы одели посох. Это вот что у нас? Большой кот. Издовое животное. О, у нас уже есть издовое животное. Предмет привязан. Нажмите правой кнопкой мышки, чтобы получить издовое животное. Вы уверены, что хотите использовать предмет? Да, хочу. А это что такое? Это можно открыть? Так, здесь у нас тоже какая-то одежка. Давайте, ребята, одеваемся. Одеваемся. Ну, вот, вроде все, да? Мы должны были переодеться. Нет, вроде костюм у нас тот же. Получено задание первый бой. С кем будем воевать? У нас, кстати, какие-то навыки, да, есть? О, погнали. А где? Куда? Спорченная фея. Едь к спорченным феям. Так, у нас есть какой-то... Можно перетащить. Так, сильный удар. С одного удара убиваю. Так, можно дайте мне от бадфорта опыта как-то подобрать? Он тут лежит. Ну-ка, ну-ка, собирай все это дело. Этот предмет... А, это все не мое. Это вот он тут набил. Ну ладно, отойдем тогда маленько подальше. Ну, вообще, знаете, вот я пока не вижу ничего особенного. Игра как игра. Я таких целую кучу играл. Сначала бьешь. Ой, погодите. А, вот у меня уровень поднялся. А то меня тут, оказывается, били. Короче, бьем всех подряд. Сейчас маленько прокачаемся. Ну, вообще, свое задание мы выполнили уже, да? Там надо было двух фей убить. Ну, мы тут маленько чуть побольше покипишим. Я вот всех бью вокруг, кроме вот этой вот. Убью ты уже эту. Так, а автолута какого-нибудь нету. Наверняка должен быть. В такой игре, где автобег и автолут просто обязаны присутствовать. Может быть, он там активируется при премиуме или что-нибудь в этом роде. Так, ну и розы тут подберем. Розы, поди, вещь полезная. Вот летает у нас тут фея. Фея, из них розы выпадают. Ну, вообще, знаете, вот, ребята, все вот эти подобные игры я, наверное, серьезно играл только в две. И то, максимально серьезно я играл только в одну. Это была игра под названием Lineage. Мне очень нравилось. Я потратил на нее очень много своего времени. Причем играл настолько серьезно, друзья, что, ну, как бы сказать, в игре я проводил, ну, и раз там по 10 часов в день. Там был у нас какой-то свой клан, да, который входил в какой-то альянс. Мы сражались против других альянсов, там, захватывали замки, постоянно сражались за эпических монстров там всяких, чтобы с них получить эпическую бижутерию, полный комплект, который у меня имелся. Ну, если кто поймет, я вот сейчас объясню, как бы это все-таки какое-то достижение. Мы играли на сервере X1, хроники, по-моему, четвертые, да, у нас были. X1 сервер для Lineage, ну, кто не знает, это очень сложно, друзья. Это значит, что, ну, вот я сейчас примерно опишу фан, что это значило. Это значило, что ты мог играть, ну, сейчас скажу. Так, что это все значит, ребят? Надо одеть или что? Эй, неважно. Побежали дальше, нам все равно подскажут, что нам делать. Сервер X1, это значило, что когда ты добиваешься большого уровня, ты мог за один какой-нибудь хороший замес, там, клан против клана, потратить... Ну, допустим, ты мог качаться два дня, вот прям реально упорно качаться, ну, допустим, по 8 часов в день. А потом за один замес, который там длится примерно час, все это дело слить и потерять. Ну, поэтому там люди иногда ныли, просили там вызвать бишопа. Бишоп это такой, типа, там был чувак, который воскрешает. И чтобы у этого бишопа непременно был какой-нибудь там процент воскрешения очень большой, или там еще были свитки, которые иногда с боссов выпадали, которые воскрешают людей без потери опыта. Ну, иногда были такие ситуации, когда вот с... там, я не знаю, глава альянса, клана или еще чего-нибудь говорят, все, блин, встаем и идем, бьемся дальше. Всем забить на опыт, откачайтесь потом. А все такие, о боже, нет, тебе легко говорить, а я, как я буду откачиваться? Ну, и поэтому было реально фаново играть, потому что иногда там, когда хороший замес, и, допустим, вы вывозите, вы прямо чувствуете, что вы врага нагнули. Потому что ты не просто так побился, да, ну и там что-нибудь убил врага. Ты понимаешь, что ты врагу, его там какой-нибудь, у кого двухдневный, а у кого там какой-нибудь недельный кач, да, то есть человек неделю качался, вот реально 7 дней качался, а ты ему все это слил. А еще фаново, если ты какого-нибудь там плеер-киллера убил, да, там ПК была такая штука, если, короче, ты убил нефлагнутого врага, ну, неважно. Короче, можно было иногда из врагов выбить шмотки, а шмотки там добывались тоже с трудом, ну, стоили дорого. Иногда можно было реально очень долго работать над тем, чтобы там приобрести какую-то хорошую вещь, особенно если это эпическая бижа. А, ну вот у меня был полный комплект эпической бижи, там Баюм, Волокас, Антарас. Это были такие здоровые монстры, которых убивали целым альянсом, ребята. То есть там приходило не 10 человек, не 20, туда приходило человек, там, знаете, ну, по-разному, конечно, бывало, иногда и 20 хватало, но в целом там по 30-50 человек могло бить эту животину, а с нее падала одна эпическая серьга, которая доставалась какому-то одному человеку. Ну, и если ты играешь в игру уже несколько лет, то, понятное дело, что тебе рано или поздно эта вещь достанется, особенно если, ну, как бы ты не на последних счетах в своем альянсе, да, и дела полезные для альянса делаешь. После этого я как-то играл в World of Warcraft, ну, как сказать, вот меня вот именно вов не так затянул, что сказать, вов мне был очень интересен, там очень интересный геймплей по сравнению с тем же Lineage, про который я говорил только что. Lineage очень интересный PvP составляющий, битва за замки, войны альянсов, но кроме этого, чтобы, да, там максимально эффективно сражаться с другими игроками или, ну, заниматься другими веселыми вещами, надо качаться. А качаться это простой моба, ну, извините, сами знаете что. Идешь и бьешь мобов, убил там 100 мобов, потом убил 1000 мобов, 10 тысяч мобов, и так до посинения, пока не достигнешь своего какого-то определенного уровня, ну, и там дальше, дальше, короче, бесконечное занятие, очень-очень скучное. Так, что? Что вы от нас хотите? Нам нужен пылающий... А, мне нужно выбрать свое издовое животное, да? Или что? Снежный единорог, зеленый дракон. Я хочу вот единорога снежного. У нас все-таки девочка такая сама, блондинка, белоснежная, ей вот такой зверь и нужен, да? Что там дальше? Дальше нам надо командующему Мартену. Вот. Когда я поиграл в Варкрафт, в него я тоже так прилично поиграл. Там мне в Варкрафте понравился геймплей. Это такая игра, знаете, в нее вообще никакой команды, ну, можно играть одному. Там очень интересные квесты, очень интересно все сделано. Ну, как бы я играл в основном один. Там без всяких... Ну, вступал в какие-то гильдии, но там не было такой, знаете, составляющей гильдии, именно как в том же самом Лайн Эйдж. То есть в Лайн Эйдж это гильдия, это все. Клан без клана, ну, без клана, без клана скучно, нудно и вообще игра теряет свой смысл без клана. В Варкрафте, ну, клан это так, вспомогательный механизм. Вообще там, я не знаю, вот я помню, как мы играли. Мы там просто все бегали по своим делам, кто чем занимался. Ну, иногда можно было там какой-нибудь рейд собрать или там всем вместе чем-нибудь заняться. Ну, потом вроде рейды уже приобретают более активную составляющую игры. Ну, все равно, мне было весело и одному по всяким батлграундам ездить еще какой-нибудь ерундой. Так, четырех пентов надо убить. Ну, причем, если здесь у нас, ну, во многих играх сейчас кач сделан за счет убийства каких-то определенных монстров, то Лайн Эйдж, ну, наверное, более правильно. Там вообще никакие квесты. Ну, там есть какие-то квесты, которые было бы хорошо выполнить. А так в большинстве с вами просто идешь и бьешь монстров. С одних монстров лут получше, с других похуже, за одних лучше опыта дают, там других проще убивать. И, короче, вот выбираешь нужных монстров и идешь бить. Ну, вот здесь пока что очень скучно. С одного удара всех убиваешь, с них что-то падает. У меня, кстати, уже седьмой уровень. Может, я какой-нибудь навык могу прокачать? Где у нас тут что? Навыки. О, действительно. Бой, ремесло, гильдия, сфера, таланты. Так, давайте начнем с боя. Итак, мы можем улучшить наш сильный удар. Можем... Что это? Засада. Условия получения следующего уровня. Уровень изучения 5. При попадании шанс применить сильный удар и призрачный удар. Да? Ну, давайте возьмем. Я не знаю. А вот это что такое? Улучшение навыка призрачный удар. Давайте вот такую штуку возьмем. Так, а эти навыки как? На панель как-нибудь выставлять? Поражает всех врагов в радиусе. Дополнительный урон навыка. Ну, в радиусе, мне кажется, это очень полезный навык. Мне кажется, мы им часто будем пользоваться. А это что такое? Боевой задор. Условия получения следующего уровня. Та-та-та. Навык. Призванный удар. Дополнительный удар дополнительно поражает еще одну цель. А, призрачный удар. Ну, давайте. Чем больше цели, тем лучше. Ну, и давайте сюда еще одну очку вкинем. Так, а вот эта красная, это что? А, это пассивка. Повышает шанс критического удара. Так, ну ладно. Вот у нас теперь три навыка. Этот, я так понимаю, по площади. На несколько врагов. А этот... Наносит сильный удар врагу. Ну, короче, вот один у нас по площади. И два у нас, и один так. Так, ну ладно. Куда нам теперь надо? Убийство энтов завершено. Теперь нам надо сюда переместиться. И вот видите, пока мы бежим, хлоп, коня призвали и поехали. Это, я не знаю, какая-то большая кошка. Причем, вот, я не знаю, как-то в Варкрафт, ну, Близзарды сами, понимаете, не зря эта игра такая популярная. Там мне нравилось и квесты читать, и как-то в мир погружаться. Ну, не всегда, конечно, но время от времени я даже читал, как-то они заинтересовывались. Здесь я даже, вот, знаете, ну, не то чтобы здесь что-то неинтересное написали, но это все уже так приелось, везде какие-то квесты, везде надо стать героем, что-то сделать. Кстати, подарок, давайте, следующий через 5 минут. И все везде так однообразно. Вот эти подарки, которые даются по времени за вход в игру. Ну, и ведь действительно сложно уже придумать что-то новое. Ну, и, как говорится, и какая в этом суть? Вот, допустим, многие, знаете, разработчики, они уже как бы... У них уже работа такая, издавать несколько игр, там, даже, я не знаю, в год. И они просто берут одни и те же движки, там, рисуют новые текстуры, новых монстров, новые строения, и все. Там что-то старое где-то используют незаметное. Ну, и клепают игра за игрой. Так, что, куда нам надо? Скажите нам. Задание, да? Ты на задание нам показываешь или что? На персонажа? Транспорт. А, вот у нас, смотри, есть снежный единорог, есть большой код. Я хочу снежного единорога. Можно ему тут имя дать или отпустить. Но он нам, по-моему, назад или на навыке. Не, в навыках у нас ничего нет. Так, ладно, поехали просто. Нам надо к Архангелу Торгасту съездить. Кстати, смотрите, наша девочка переоделась. Помните, мы вначале должны были выбрать вид одежды, и мы выбрали другой. Но вот мы переоделись, и она снова выглядит вот так. Я причем не знаю, где наш инвентарь. На Б, да? Броня плюс пять, а на мне плюс шесть. Броня плюс пять, плюс шесть. Ну да, мы одели более лучший костюм. Так, ладно. Архангел, ты такой большой дядька. Скажи нам, что нам делать? Каким богам молиться? Ну давайте хоть один диалог почитаем. Почитание предков одна из главных добродетелей. Благородного воина. Вы проявили себя с наилучшей стороны. Первая часть испытаний пройдена. Ну что ж, отлично. Спасибо, друг. Вот, а еще знаете, что прикольно? Вот если вспоминать те игры, ММО, в которые я играл, что нам теперь? Рок демона, да? Демонов бить. Ну вот сейчас мы будем как раз нашу масуху использовать. Давай. Опа. Хлоп, сразу несколько чуваков откинули копыта. Но они не агрессивные, поэтому можно просто заходить туда, где побольше, и бить. По области. Так и будем качаться. Лут мне даже собирать лень. А, хотя нам надо рога, да? Вот было бы здорово, если бы хотя бы... О, плащ опыта какой-то. С них тоже розы падают. А где моя манна? Вот эта вот, которая 200. Но мне еще хватит, чтобы тут побиться. У воина, наверное, если бы я играл за воина, было бы что-нибудь то же самое. Какой-нибудь удар, который бьет по области, только уже там мечами. У лучника тоже какой-нибудь там, град стрел на область. Ну, мне кажется, у всех была бы атака на область для кача. Так же, как и у мага. А, ну и вот. И хотел рассказать про интересные моменты в той же игре Lineage, в которую я играл, которая мне в свое время очень нравилась, и на которую я потратил не один год своей жизни. Друзья, прямо упорной, ежедневной, постоянной игры. Был аспект такой, что раньше вот этот глобальный интернет в таком понимании, как сейчас, его не было. И у нас Томск был, ну, скажем так, это Томск, город, в котором я живу, это город студентов. Здесь самое большое, наверное, количество вузов среди городов. там, ну, это, так сказать, столица, студенческая столица Сибири, вот так его еще называют. Здесь очень много университетов, институтов, и сюда, ну, со всех окраин приезжают люди, чтобы учиться. Поэтому в нашем городе очень много молодежи. И у нас, как бы, интернет, он был, ну, как бы, когда он был мировой, он стоил дофига. У нас была такая томская сеть, и во многих городах даже не знали такого понятия, как местный интернет и, типа, общий интернет. У нас были куча сайтов томских, куча серверов томских. А внешний интернет стоил очень дорого, и мало кто себе тогда его мог позволить, кроме каких-то предприятий, и непонятно, зачем он им был нужен, но простой человек себе интернет. Ну, вот у меня был тогда, я помню, как-то использовал интернет по модему, но я там мог просадить, знаете, за месяц несколько тысяч очень дорого было. Ну, это там покупаешь карточку, допустим, за 500 рублей для модема, да, и ты можешь там выходить во внешний интернет, полазить по сайтам, но она у тебя, у меня вот интернет заканчивался, мне на месяц не хватало. На месяц полторы тысячи мне было мало. Это еще тогда, тогда полторы тысячи, это были совсем другие деньги, нежели чем сейчас. Тогда это было много. Ну, по крайней мере, для нашего города, да, там, я не знаю, вот если сейчас там нормальная зарплата в Москве, ну, сколько, я не знаю, может, тысяч сто, то раньше, то раньше, наверное, там 50 была нормальная зарплата, там в два раза меньше, ну, я не знаю, вот как-то там, может, 30 была. Трудно, конечно, сейчас сравнивать. Ну, вот, у нас был локальный интернет, и вот этот сервер, на котором я играл, он был тоже такой чисто томский, на нем играли только томские ребята, и поэтому каждую пятницу, субботу, ну, можно было пойти встретиться с кем-нибудь. Ну, вот, как правило, знаете, там, то есть, была одна неделя осад, когда выходные все бились, а там одна неделя, когда все выпивали. Да, в принципе, и каждую неделю все выпивали, так как все из одного города, все игроки встречались, пили, общались, в общем, было не скучно. Так, что ты хочешь от меня? Собирать предмет? Верный ответ. А, вот нам даже подписывают, что есть верный ответ, чтобы мы не парились. Спасибо, друзья. И, то есть, большинство людей, с которыми я играл, я их знал всех лично. Мы там встречались, выпивали, обсуждали игру, причем, на коннекты, когда собирались игроки, там собирались люди разные, там могли, знаете, сидеть дети, там, какие-нибудь, лет, там, по 12, тут же смог сидеть какой-нибудь мужик, которому лет 30, и поскольку там, ну, как бы, у взрослых были, деньги у детей не было, там, часто какой-нибудь там мужик, допустим, покупал там пиццу на всех, ну, чтобы дети там просто так не сидели, не общались. им же, ну, там, если у кого есть какие-то деньги, то у них было их, наверное, не так много, и довольно-таки жалко. Ну, я тогда мог себе позволить пару кружечек пива выпить и пообщаться об игре, ну, и это тоже был такой приятный момент. Причем, сидели, как правило, собирались как люди из одного альянса, так и из другого, то есть, я знал всех своих, всех врагов, ну, как бы вот такая вот интересная штука была. Многие там замуж выходили, ну, то есть, даже несколько браков было, и у меня до сих пор несколько моих друзей именно остались с той эпохи, мы уже давно все не играем в эту игру, но как-то по-прежнему поддерживаем общение, там, встречаемся, гуляем, в общем, общаемся. Так, кстати, автопоиск пути тут как-то вот куда-то поехал, все, она там где-то застряла, периодически сбивается с пути наш код, а почему опять код? Я хочу, чтобы по умолчанию я на этом ледяном ездил. Так, торговые дела, хорошо договорились, договорились, я говорю, что-то маленькое у меня подтормаживает. Куда теперь? Поехали дальше. Так, а что это? А, это типа местный рынок, да? Тут можно, я так понял, выставить торговца, который будет за тебя продавать то, что ты хочешь. Вот с этим Лайн Эйдж так раньше нельзя было, когда я еще играл, сейчас там по-моему тоже есть такая функция, а вот раньше ее не было. О, смотрите, что это такое? Взрыв ярости. При полном запасе ярости наносит массовый урон, 3000 сокращает запас ярости. Интересно, а это? Это пассивка повышает дополнительный урон на 5 единиц. Ну, давайте сначала активку возьмем, такую взрывную ярость, потом пассивочку, тебя, ну и тебя. Всего помаленьку. Так, это что? Достижение. У нас есть какое-то достижение. А, это за достигнутый 10 уровень, да? Ну, ладно, друзья, спасибо, спасибо, едем дальше. Ну, и вот, если вспоминать ту же эпоху, когда мы играли в Ланейчу, у меня, ну, как бы, в телефоне там, я не знаю, было, ну, наверное, штук 20 разных людей, которые были записаны именно не по именам, а по игровым никам. И, ну, допустим, были вот там такие эпические монстры, которых можно было зафармить. Ну, скажем так, вдвоем мы фармили, но при этом мы заходили с одного компьютера сразу на несколько персонажей, то есть там, сворачиваешь окна, заходишь на одного, второго, третьего там, точнее, нет, даже не сворачиваешь, вот у меня у товарища было что-то там порядка трех компов в хате, и то есть, вот я, допустим, ему мог позвонить там рано с утра, так, что, щелкните правой кнопкой мышки, что, улучшать вещи нас учат, да? Знаете, я вот даже как-то играю, не обращая внимания, ну, везде все покажут, все расскажут. Что-нибудь еще будем улучшать? Нету больше камней. Так, ну ладно, поехали дальше. Ну, вообще мы там могли, допустим, вдвоем за, там, сначала один зашел на одного персонажа, там, дал всем каст, потом на другого зашел персонажа, дал всем каст, потом там на третьего персонажа, и потом там, он, допустим, с двух компьютеров, с одного там восстанавливает манну, лечит, с другого компьютера танцует, ну, там танцы всякие, саппорты, там очень важные были в игре. То есть, человек там, с одного компьютера, мы там делали работу, ну, то есть, в два человека, мы делали работу пятерых, и тем самым, там, фармили, ну, они там назывались низкоуровневые эпики, но все равно, очень важные, такие как АК, Арфен. Не, конечно, тому, кому не, тому, кто не играл, наверное, и непонятно, о чем я говорю, да и вообще, наверное, многим уже непонятно, потому что, Хроники 4, это был совсем другой Lineage, нежели, чем тот, который, ну, сейчас есть. Я, наверное, даже сам, если начну сейчас играть, мне надо будет заново там все понимать и разбираться в игре снова. Повсюду нами какие-то титаны, правда, вот такие здоровые дядьки, какие-то, блин, ангелы летающие. А вот мне, кстати, про ездового животного было интересно. Так, где тут? В инвентаре. Кстати, вот это лучше моего, надо бы уже переодеться по фасону, по последнему слову моды. А это просто одинаковые вещи. У меня этих вещей целая тьма. Их бы уже куда-нибудь толкнуть, продать, пока мы в городе были, можно было этим заняться, потому что у меня, смотрите, у меня свободных ячеек нету. Ну-ка, Ребят, что же у нас не направили? Думаю, сейчас пойдем кого-нибудь бить. Эй, я вообще-то в портал зашел. Вот, нормально. Так, давайте попробуем разобраться уже, вдуматься вообще, что мы делаем. А то я ездию сам по себе. В этом городе где-то должен быть какой-нибудь торгоец. Давайте вообще проедемся, посмотрим, кто здесь есть. Мастер подземелья гильдии, создание гильдии. Короче, тут похоже, закуток ребят, которые как-то связаны с гильдией. Там, вступить, создать, управлять. Хранитель портала. Но эта девчонка, наверное, меня куда-нибудь может переместить. Здесь у нас тут местный рынок, но это рынок игроков, которые выставляют что-то свое на продажу. А это что такое? Это, это склад? Но я не знаю, я пока не собираюсь ничего на склад закидывать. Я бы на продажу. Где здесь хоть один продавец в этом городке? Так, ты кто такой? Управляющий рынком? Управляющий рынком. Что скажешь? Это торговые кварталы Асгарда. Расположиться с товарами можно только здесь. Если вы хотите заняться торговлей, откройте инвентарь, нажмите кнопку лавка, затем поместите выбранные предметы в соответствующие ячейки и значите цену. Но это я другим игрокам буду продавать. Никому не нужно такое барахло, которое у меня сейчас. Так вот, сид. Ты можешь нам что-то продать, а мы тебе можем продать. Во, во, мы сейчас столкнем ему все наше фуфло. Так, погодите. Мантии опыта плюс один. А, а мне... А это панцирь опыта. И он не такой крутой, как мой, да? Продаем, 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 продаем. Эльф что такое? Свиток воскрешения? Ну ладно, наверное, пригодится. Большая кошка на 7 дней. А мне не нравится кошка, я ее хочу продать. Блин, нельзя. Я хочу, знаете что, я хочу ездить на этом ледяном коне. Где этот конь? Клан, производство, достижения, эльф. Что за эльф? У вас еще нет эльфа. Так, персонаж, транспорт. Короче, кошка, отдохни. А вот этот парень у нас тоже, только на 6 дней. То есть, потом нам придется... Я вот не знаю, как бы его... Вот, по умолчанию может назначить. А вот, все. Теперь у нас, по идее, должен этот ледяной конь призываться по умолчанию. Так, ну ладно, вот теперь поехали по заданию. Вообще, что от нас хотят? Давайте, у нас тут есть меню заданий. Отправляйтесь в западный лес и найдите духа Ирен. Помогите ей противостоять нечисти. Вы можете попасть в западный лес по радужному мосту в западной части Асгарда. Зачем мне вот эта подсказка, если я могу просто вот сюда нажать и он сам меня довезет, куда надо. Дополнительная информация «Система достижений» после 10 уровня станет доступной «Система достижений». Я уже 10 уровня, так что мне ваша система уже доступна. Я уже даже 11 уровня. Кстати, у меня там где-то в инвентаре был, по-моему... Так, а где? А вот на первой вкладке сундук, который можно открыть с 11 уровня. А в нем у нас дополнительная сумка. Ну, собственно, и все из полезного, что можно использовать прямо сейчас. Вот это, наверное, можно в одну ячейку сложить. Будут связаны. Что это значит? Этот привязанный, а этот простой. А, все понятно. Все понятно. Тогда не будем. Если что, мы можем те другие камни продать. Ну, вроде как. Так, ладно. Принимаем задание. Что еще? Завершаем задание. Что теперь вы от нас хотите? Необходимо уничтожить пять монстров под названием мелководный крокодил. Ну, они, наверное, вот где-нибудь здесь рядом на мелководье и воются. Ну, давай. Бьем. Хлоп. Не успели убить, как новые появились. Ценные указания. Вы убили монстра. Ну, все. Я уже всех убил. Кстати, они, похоже, агрессивные. Смотрите, они только воскрешаются и что-то стягиваются ко мне. Нет? А, нет. Они только, когда я начинаю колдовать, чувствуют, что я что-то плохое затеял и сразу бегут на меня. Ну, и сразу умирают. Или что-то в этом роде. Давайте я тут маленько побольше побью. Типа покачаюсь, пока манна есть. Так, а вот эта строка это ярость. И сколько надо ярости, чтобы использовать вот этот навык? При полном запасе наносит 3000 урона. А при неполном какой? Вот у нас десяточка. Сколько урона нанесем? Сейчас попробуем посмотреть. Смотри, подбегаем. А, надо только полный, да, запас? Ну, если ты копишь, копишь, дерешься, может, против боссов каких-нибудь толстых хорошо, а потом как выдал ему, жахнул на 3000. А сколько я, погодите, без этого навыка бью? По 278. А если вот с этого навыка? Что-то я даже не увидел. Урон. Ну-ка, давай еще. Опять не увидел. Зато тут лук силой лежит. Он не показывает урон, нанесенный этим навыком. Вот это показывает. Это по 164 даже не убивает с первого раза. Слушайте, а это похоже тоже. Так, ну, самое веселое, это, конечно, массухами бить. Так, хлоп, и нет врагов. Вот у меня и очки маны. Ребята, закончились. Не то, чтобы закончились, но скоро закончится. Вот так. Пострелял, пострелял, все. Потом или бутылку пить, или садиться отдыхать. Я думаю, тут всегда будет достаточно бутыльков. У меня и сейчас-то их 100 с лишним штук. В общем, надолго хватит. Если не расходовать по пустякам. Да, и у нас тут, кстати, готовый набор. Вот, еще зелий дали. Уже каких-то покруче. Спасибо, друзья. Еще сейчас какой-то ивент, похоже, идет. Ну, тут, видать, ивент какой-нибудь идет постоянно. Сейчас маскировка. Верные злобному локи воины замаскировались под цветы, травы, травы и деревья и проникли в наш мир. Для участия в ивенте найдите в Асгарде разведчика Шейна. Пользуясь подсказками, найдите на карте нужное место и убейте замаскированных демонов. в награду дадут денег. Ну, собственно говоря, деньги в награду это всегда, знаете, там, деньги лучший подарок слышали? А, нет, про книгу же говорили. Ну, ладно, не важно. Мне кажется, деньги получше будут. Так что, ребята, если вам понравилось видео, мы на этом уже закончим, наверное, высылайте деньги. О, не, о чем это я? Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, ссылка на игру будет в описании. До новых встреч, друзья. Блин, а, нет, вот взял плащ. До новых встреч. Слушайте, ну, я какие-то штаны одел, которые выглядят просто как трусы. Как будто и не одевал, да? Что это такое? Эльфийские поножи. Что это за поножи? Просто девчонка с голыми ногами, видать, я не знаю, то ли текстуры не прорисовали. Ну-ка, можно снять верх? Посмотрим на ее белье. Ну, в общем, вот такие вот тут. Это единственный самый большой плюс игры. Симпатичные девчонки. Ну, таких игр, где симпатичные девчонки, их полно. Это сейчас все пытаются делать что-то подобное. Единственное, что, наверное, есть игры и повеселее, где девчонок симпатично хватает. Ну, ладно, друзья, теперь уж точно все. это все. Спасибо.